Всем Ку, это шестая часть войны группировок за слабый монолит. Думаю тех, кто не видел прошлых серий тут нет, ну а если вдруг кто-то затесался, то в описании плейлист со всеми сериями. Ну и цель на сегодняшний день 8500 лайков, приятного просмотра. Ну пока у нас потихонечку идет захват локаций, которые я полностью зачистил, нужно вернуться на уже захваченные ранее локации и навести порядок там, потому что тут происходит полный трындец. Ну в основном, я как вижу, они захватили чисто восточную часть и все, но на всякий случай нужно будет уничтожить здесь всех и вся, плюс они еще на затон выкинули свои некоторые отряды, так что медлить в любом случае нельзя. Используем суперхитрость, пробегаем вдоль забора, ну и че, работаем. Там контролер, нифига себе. Причем он вот-вот отспавнился сразу после того, как я убил челов. Интересно, конечно. А вот и пацаны наши позаспели. Все, склад контейнеров зачистили. Патронов тут немного насобирал, сейчас буду двигаться севернее. Ооо, у нас уже станцию Янов отжали. Та за шо? Опа, зато огромный отряд идет по дороге. Нужно резко сныкаться за ящики и дать им бой. Я удивлен, а где гранаты, кстати? Че-то давно гранат не пролетало от... О, зато наши, кстати, кидают. Хотел сказать, давно гранат от наемников не пролетало. Естественно, я буду рад, если и дальше не будет пролетать. Но че-то подозрительно, че этого сегодня? Бегут, бегут. Против огромного отряда монолита они не использовали гранаты. А против меня используют. Ну ладно, пожалуйста, я не против. Не, я против, конечно, но... Если выбирать между мной и огромным отрядом монолита, то я выбрал неверную позицию, то лучше уж меня тогда пусть кидают. Ой, меня убили только что из-за фреза. Я только включил запись, игра зафризила. Меня убили. Я уже жестко устал от вылетов. Ну, у меня сейчас за минут 10, наверное, игра раз 12 вылетела. Это жесть. Я уже даже прислушался к одному совету, который мне в стиме кидали. Подписчик скинул. Нужно было, типа, оффнуть всякие... Че-то там интерфейсы... Иконки широкоформатные от стасона и так далее, и так далее. И, типа, из-за этого вылетов меньше будет. Я это сделал. Запустил игру. Секунд 10, вот, буквально. Типа, без рофлов. Секунд 10 поиграл. Вылетело на первом же наемнике. Ну вот. Вот этот наемник, он крашит игру. Сука, что с ним не так? Я специально именно его еще раз сейчас попробую убить. Да, он крашит игру. Кто это, сука? Что с ним не так? Почему он крашит игру? Я не понимаю. Конечно же, нихера здесь нету. Ну что, дамы и господа? Я не знаю, что у нас тут за месиво отрядов происходит. Почему они бездействуют? Но, в принципе, все. Я захватил Янов. Уфу, Янов Юпитер. Очистил его полностью от наемников. Тут вроде все так же чисто. Почему-то на склады никто не идет. Суки, почему вы не захватываете, блин? Освобожденные территории. Рыжий лес не могут захватить. Какого черта? Вы еще скажите, что мутанты сильнее вас. Ну, мутантов силы отряда 20, слушай. А у наших 32. Не такая уж и великая разница. Короче, сейчас сюда пойду. Вот это все зачищаю, чтобы не мешало. Плюс, видите, еще наемники срут сюда отрядами. Надеюсь... Ой-ой-ой. Только хотел сказать, надеюсь, вы отобьете это. Но, видимо, нет. Придется мне прямо сейчас сюда телепортироваться и отбивать. А, ну да, меня... Надо было все-таки оффнуть мутантов. А, ну да. Вот, теперь я оффнул, потому что... А, ну они все еще есть. Ну, наверное, новые просто не будут появляться. Ну, потому что, блин, я не знаю. Они тупо мешают. Вот вообще никакого толка от них нет. Никакую угрозу они не несут. Они тупо мешают. Короче, мне кажется, нет смысла сейчас вот эти отряды убивать. Я просто быстренько слетаю вот сюда. И пойду нахерачиваю им всем. Переход на затон, конечно же, сопровождался вылетом. Я могу сюда быстрый переход сделать? Нет, не могу. Сюда могу затону. Ну, давай. Ой, правда... Правда, стемнело резко. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, не надо. Че началось-то? О, это свои. Подожди. А, че тут уже наши делают? Лол. Наши еще и нападают на наемника двумя отрядами. Ну, наверное, сюда сгоняем. Мне нужен техник плюс торговец. Деньжата у меня появились после захвата точек. Можно, наконец, докупить себе пулестойкость. Ну, еще что-то я не знаю, че. Что за бессмертная... Блин, я испугался. Я только подумал, хоть бы не граната. И тут на нахер. О, боже. Я уже на секунду расслабился. Думал, сейчас отбегу, сохранюсь. А не тут-то было. Может, он тоже гранатки позакидывать? Я там поподбирал с трупов. Кое-какие. Знаете, ловите, че могу сказать. Бум, кого-то убил. Ну-ка. А, вот там в основном сконцентрированы силы. Давай туда и закинем им, посмотрим. Бам. Минус два отряда. Лол. Минус точка. И еще один давай. А. Если я еще что-то вздумаю снять с Тассони, пожалуйста, напомните мне, что здесь такие жесткие вылеты, и чтобы я еще раз сто подумал перед тем, как что-то здесь снимать. Так, все. Тут мы все вот эти отряды, которые собирались на Юпитер, выбили. Сейчас пойдем выбьем наемников. Но одиночки. Свободовцев это не так уж и сложно выбить. Ага. Прикольно. Тут сталкеры выбили монолитовцев. Не, ну а че? Почему бы и нет? Могут ребята, практикуют. Как бы. Ну, а я сейчас наемникам запрактикую. Ловите, мрази. Бум. Что? Что? Какие-то проблемки? О нет, что это? Имбовые гранаты летят из ниоткуда? Ой. Ну, это называется довъебывался. Ладно, все, остальных уже зайдем так зачистим. Опа, опа, опа. Побирался, побирался тут ты, посмотри. Ой-ой-ой. Мне ответка прилетела. Хорошо, что дымовая. Осколочную я бы, вряд ли, пережил. Вот и черт. Оружие заклинило. Надо починиться по-любому. А можно я у вражеского техника починился? Я думаю, он не будет против. Пять человек здесь осталось. Ну, это полная херня нахер на самом деле. Ну, что это такое? Я ненавижу. Ну, почему оно вылетает? Ну, ёп твою мать. Вообще ни одного нахер. Ответа на этот вопрос нету. Ну, вот иногда, когда я убиваю каких-то челов, там, механиков и так далее, вот на этом вылетает. Ну, к сожалению, я сейчас механику убью. Где он? Нет, не вылетело. Странно. Вот, кстати, тот торговец, да, или кто там вылетал, когда, тот спросит, как ты захватил Юпитер? При том же, на челе вылет был стабильный. Ну, в какой-то момент, я просто решил его последним убить, и это сработало. И вот непонятно иногда, на каких-то челах вылетает, ты в каком-то другом порядке убиваешь челов, и тогда становится всё нормально. Что за бред вообще? Так, тут трупы наших ещё. Непривычно теперь играть с большими иконками, потому что я в том числе офтал маленькие иконки. Но, в целом, это прикольно. Даже олдскуль. Что это? Вот что это? Просто, ну, я же уничтожал этот лагерь. Откуда он взялся? Просто 4 отряда, 5 отрядов посреди поля появились. Но вот это ещё ладно. Это-то понятно откуда. А вот это что? Что это такое? Кто-нибудь мне ответит. Ладно, короче, я тут подумал, мне не до свободовцев и сталкеров, хотя было бы неплохо с ними покончить. Пусть они дальше там херней страдают. Надеюсь, монолитовцы когда-нибудь их победят. А я, пожалуй, быстренько сгоняю вот сюда и пойду опять на Юпитер воевать. Ну, что это такое? Просто посреди локации появилась точка наёмников и там 5 отрядов. И ещё они сверху полный разгром устраивают. Но это реально последние силы, кстати. Я их уничтожаю и всё. Больше наёмников на карте не будет существовать. По крайней мере, я надеюсь на это. Так, угу. Техник убегает от меня. Даже мои мне руинят игру. Иди сюда. Почини меня, братанчик. Ёп твою медь. Сколько денег у меня на починку ушло? У меня не ломалось, не ломалось оружие тут. Хоп, оно. Что-то за бои. Ну и Питер стёрлось нахер. Ну, вроде бы мне хватает на... А, чё, оно у меня не на поясе? А, ну потому что я только что починился же, точно. Вроде бы мне хватает на четвёртую пластину. И я должен быть бессмертен для пуль, в теории. А на практике вообще желательно 5 взять пластин. Но прикол в том, что... Где мне пятый слот высрать? Для этого мне нужен какой-то более жёсткий комбез. Всё, сразу на пояс. Ну чё, в теории у меня пульс только 100. Не знаю, на чём это проверить, конечно. Ну, на врагах только. На чём ещё? Ну, вон, смотри. Просто зачистка пошла лютейшая. Я хз, это какой-то бред. Давай, сюда тэпнусь. Вроде как мне действительно похер. Мне дали по роже. А. Угу. Почему? Почему мне не пофиг? Не, ну, конечно, я выдержал довольно много попаданий. Но гранату никто не выдержит. Я выдержал довольно много попаданий. По меркам урона, который у меня установлен, да? Я должен был вообще с этой тычкой улететь. А я довольно много выдержал. Но я должен быть не восприимчив. Чё за херня вообще? Я не буду это комментировать. Суки ещё со своими гранатами. Тупорылые создания. По-другому я вас назвать не могу. Ну, короче, надо теперь как-то на комбез накоптить. Чё ещё делать? Так, ещё там кто-то. Ну, вот эти вот существа... О, смотри, я телепортировался на локацию. А, оказывается, у них нет точки. Вот и... Как комментировать это? I don't know. Короче, сейчас постараюсь пособирать стволы в более-менее нормальном состоянии. И загнать торгашу, чтобы побыстрее накопить себе на что-то ещё. На какой-то другой комбез. Купить пятую пластину. Даже не обязательно экзач, не обязательно маскировочный костюм. Мне, в принципе, пофиг. На экзач и маскировочные костюмы. Я, в принципе, танкую. В крысу чё-то убивать у меня особо нет желания уже. Мне нужен просто костюм. Любой вообще. На котором можно сделать пять слотов. И всё. Ну, то есть мне, скорее всего, сева нужна. На севе 100% можно пять слотов сделать. Так, сейчас стволы в говнокачестве дропну отсюда нафиг. Всё, найс. Так, наши сюда пришли. Смотри, вон уже позахватывали, суки. Ну, что это такое? Это вы называете справедливость? Я это называю пизде... Ну, вы поняли. Они уже три точки отхватили. Ну, это кек какой-то. Вон они, суки, идут. Куда прёте, твари? Разворачивайтесь. Вам здесь никто не рад. Вон, смотри, а наши сидят у ко... Ну, не у костра, а просто сидят на картонах. К нему в упор наёмник подкрадывается. Ему вообще похер. Там нашего завалили, по-моему. Ребят, давайте порвите их, я верю в вас. В онлайне-то вы не такие слабые. Я это знаю. Я услышал несколько взрывов. И чё-то наши отряды там поисчезали внезапно. Но они в кустах сидят, я не знаю. Я не знаю, чем вам помочь. О, кстати, вензокруг чё-то отхвачено обратно внезапно. Пойду на дороге попробую помешать. Ребята, вам чё-то сделать. Хотя, какие вы, ребята, вы, твари? Худшая группировка в этой войне. Самая бесячая и мерзкая. Сквозь забор убил, изи. Так, там ещё идут. Нифига, ты вот так вот в наглую решил зайти, да? Я вас понял. Угу, ещё и гранаты. Ну, конечно. Куда же без гранаты? Ещё и вылет. Ну, я не знаю, но мне сейчас в будку, скорее всего, тоже закинут каким-то образом. Не знаю уж каким, но... Ладно, они попытались сквозь стены меня убить, но... Стены оказались довольно сильными, и в итоге они убили только себя. На, нахер. Следующие где? Паскуда. Всё, минус. Так, ну, осталось у них, считай, 4 отряда. Один тут, один тут, два вон там пошли гулять. Ну, давай сначала попробуем вон там на местности сидящих уничтожить. В теории это должно быть просто. Особенно если у них фонарики включены. Чё по фонарикам? Не, я их не вижу, к сожалению. Ладно, надеюсь, с ними справятся наши. Я тогда пойду сюда. Как же он похер. А друзья его пойдут лутать, да? Побежал, придурочный. Чё, кто следующий? Ну, там чел стоит. Давай, развернись и сходи полутай. О, хорош. Дебил. Так, тут вынесли наши, хорошо. Всё, вот эти два отряда осталось, и наёмники будут выбиты, 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 неважно, выбиты из игры. Да, всё правильно. Чуй-то я. Ой, они тут насрали два отряда дополнительные. Ну, как я заметил, в этой версии далеко не каждый. Ну, в смысле, как сказать? Короче, почти каждая точка, наоборот, может спаунить отряды. Это немножко бредово. Потому что работает зачастую в одну сторону. Ого, там наши даже с гауссовки стреляют. Жаль, что сила этих гауссовщиков в оффлайне 32, что приравнивается к бомжам с ПМом. Ну, что поделать. Для тех, кому не нравится то, что темно, потерпите, парни. Сейчас я разберусь с остатками наёмников и лягу спать со спокойной душой. Потому что я не могу спать, знаю, что сейчас они опять где-то насрут. Так, ну чё, последняя точка. Последний отряд наёмников. Последние четыре человека. Я вас с РПК захерачу. Ну, или не четыре, сколько вас там. Неважно, сколько. Вам конец. Беги, беги. Всё, это был последний. Внимание, пацаны. Последний наёмник. Марк Секретарь. Это был последний представитель данной мерзотной группировки. Ну, естественно, к самим наёмникам, да. В целом, как к группировке. Если в общем и целом брать. Никаких претензий у меня нет. Мне самому когда-то нравились наёмники. Но конкретно в этой войне, в этом моде, с этими гранатами. Понимаете, да? Это было очень грязно. Ну что ж, я поздравляю. А, нет, ладно, не поздравляю. Тут ещё какие-то отряды сидят. Но, как я понял, они сидят под землёй. Да, их 16 шахта и так далее, и так далее. Короче, последние наёмники сидят под лабой. Ой, под лабой, под землёй, в лабе. И, ну, в целом-то, всё, смотрите, на земле больше никаких наёмников нет. Тут сталкеры, конечно, свобода. Но я думаю, парни сами справятся. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Когда-нибудь им повезёт, и они справятся. А пока, что я буду делать? Я не знаю, что я буду делать, на самом деле. Или я хотел заканчивать, потому что я уже очень долго записываю. Где-то полтора часа. Просто, ну, большинство точек я захватил без записи. Потому что, ну, это однотипная перестрелка, понимаете? В конце концов, в войне группировок интересно только в начале. В конце это скатывается в какой-то, ну, просто однотипный тир. И приходится много скипать. Ну, в такие моменты я начинаю просто больше записывать, да? Типа по несколько часов. Итого получается больше событий на видео. Но сегодня у меня довольно мало времени для записи. Поэтому видео, скорее всего, получилось супер короткое. В следующих частях уже, наверное, пойдём на какие-то другие локации. Постараюсь записывать подольше. Чтобы в итоге видео умещалось тоже подольше. А пока, парни, извиняйте. Я надеюсь, там хотя бы 11-минутный ролик получился. Если нет, то это печально. Ну и традиционная оценка ситуации на карте в конце. Здесь всё в порядке. Здесь вот эти вот три несчастных, сука, отряды. Я надеюсь, их когда-нибудь уничтожат. Потому что они надоели. Но тут уже Юпитер, благо, полностью наш. Но тут всё понятно. Радар полностью захватили. Все точки доедены. Молодцы, парни. Здесь большинство точек захвачено. Тут захват Лиманска начался наконец-то. Ну, хоть нам это по силе ничего и не даёт, да? Но надо же продвигаться, верно? На склады одну точку захватили. Начинают высылать отряды. Вот в Салате, господи, что реально. Другие отряды, другие группировки не трогают эти локации. Я бы сгорел тут, наверное, если бы трогали. Ну и что у нас тут? Тут учёные сидят, подпёрдывают на военных. Военных тем временем растерзали чистое небо. На юге здесь бандиты сейчас будут их херачить. И в итоге тут будет противостояние чистого неба и бандитов. Также противостояние чистого неба и бандитов происходит на кордоне. Основные точки, основные базы у сталкеров. Бандиты в тёмном лочении уже выхватили. У них чистая лесопилка осталась. Тут каким-то образом тоже чистое небо появилось. Но бандиты в целом контролируют. Тут всё, свалка под бандитами. Долг ничего не может сделать. Кладбище техники тоже полностью под бандитами. Долг не смог ничего сделать. В итоге бандиты сейчас будут нападать на бар. Тёмная долина, очевидно, под бандитами. Но и болото, это тоже всё очевидно. Короче, чё, противников осталось совсем мало, парни. И сложнее всего, мне кажется, будет с бандитами. Потому что у них очень много точек. Хотя, с другой стороны, бандиты не такая сильная группировка. У них пик силы 48, наверное. Хотя хрен его знает. Ну да, скорее всего 48. Но это слабее, чем... Ну мы, точнее, слабее всё ещё, да, чем они. Но видите, например, у Долга силы отряда пик 52. То есть, как видите, это не самая сильная группировка, если она докачается до максимальной стадии. Сильнейший, наверное, тут среди оставшихся Долг. Ну-ка, у учёных сколько? У учёных тоже довольно слабо, 48. То есть, учёные-бандиты примерно одинаковые по силе. У военных мы не узнаем, потому что... Ну хотя нет, 50. Ну не знаю, Пик Ли, но есть отряды 50. А у Чистого Неба чё? У Чистого Неба вот тоже уже должны быть пиковые отряды. 50. 50. Ну, короче, самая сильная группировка Долг. Но тяжелее всего, мне кажется, будет с бандитами, потому что нападу на одну локацию, придёт подкрепость остальных двух и чё с этим делать, я хз. Но, наверное, в первую очередь будем уничтожать учёных, Долг и всё. То есть, в следующей серии вот эти три локации должны быть под нашим контролем. Ну или очищены хотя бы. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии войны группировок. Вступайте в группу, заходите в телегу, всё в описании. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok